Привет, друг! С тобой Иван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA V. Всё как всегда, я ничего не забросил, мы продолжаем здесь играть. И сегодня мы, наконец-то, купим мне новый автомобиль. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Единственный контент, который можно снимать, это перепродажа чего-либо, либо покупка нового автомобиля. В принципе, я уже накатался на своей Сиере. А, кстати, интересно, даже сколько я километров накатал. Ой, можно бэкспейс выйти отсюда? Где наша Сиера, да? Найти на карте. Давайте сейчас её найдём. Где она стоит? А, вот она стоит. Красивая, с тюнингом, просто легенда, которая собрала там 1500 или 1700 просмотров. 3000 километров я на ней наездил. Запираем двери, нельзя посмотреть её, да? Паспорт, ПТС-ку. Ну да ладно. Короче, у меня есть 2300. О, я вообще хотел ещё неделю назад купить автомобиль новый. Вот. Но, как бы, не вышло, потому что у меня не было денег. И буквально за два дня я накопил ещё лям, и мне ещё Морген Фарго передал 230 тысяч. Тебе привет и большое спасибо. Вот. И я хочу купить, конечно же, понторезку, как ей написано в этом ролике. Е39 я не хочу покупать там обычные там фокусы, не фокусы, гольфы не хочу тоже покупать. Вот. Хочу либо джип. Это либо Кадилла, конечно, либо LX470 старый. Вот. Сейчас покажу. Который стоит где-то полтора лям 600. Вот этот я бы забрал за лям 600, например. Это в следующей серии, наверное, купим вот такого джип LX470 на базе сотого крузака. Либо, конечно же, 219 ЦЛС. Вот. Которую мы, в принципе, сейчас и купим. Здесь продаётся одна, ну, плюс-минус хорошим номером за лям 100. Это самая дешёвая, как бы... Серьёзно? Ой. Значит, надо бабки на банк закинуть. Ага, окей. По факту я сейчас приехал не особо выгодно, потому что недели две назад, когда все накопили там денег на новые тачки, все сливали свои старые автомобили и собственности ЦЛС, потому что они говорят, что хорошо едут, хорошо рулятся. Там по ляму, я видел, продавались. Уже фатешный на стейджу третьем. Но я, как всегда, вовремя, поэтому мы закидываем на банк пополнение лям 100, да? Пополнить всё. Кстати, можно посмотреть всю статистику банковской транзации, расходы, доходы. Вот здесь налоги. Как всегда, интерфейс CCD вечно тормозит. Как видите, у меня ещё на счету 2 300, именно внизу. Вот, а на банк ещё не перевелось. На самом деле там перевелось. Такой бред. Вот такой бы Кадиллак купить, вот это был бы вообще топ. Либо Порше. Не знаю, всё, что я самое прям больше хочу на этом сервере, это Диабло. Либо старый Порше. Вот это прям, вот это икона стиля прям. Так, лоты, поиск, 219-я, цешка. Купим стоковую, чтобы было хотя бы чем заняться на серию. Вот, 219-я, выкупить лот. Подтверждаю. Вы успешно выкупили лот. Выйти, да? Вот. Вот, банки у меня не списались, деньги. Вот, я не знаю, в чём прикол. Ну, сейчас спишутся, я надеюсь. А если не спишутся, то будет очень прикольно, потому что я нашёл баг. Если что, на CCD можно иметь автомобили без дома. Вот это прям лайфхак. Дом здесь тебе нужен только для того, как мне рассказывали, чтобы просто... Такой вот охрененный, старый ещё. Первый CLS, если я не ошибаюсь. В 219-м кузове. Ну, бля, сочный, да? Банан такой. Номер EVV99191. Это получается банан из Калининграда. Нифига себе. Вот такая вот текстура здесь в салоне тоже белая. Подсветка, конечно, синяя не особо. Сзади кожа, рожа. 124-й, смотри, проехал мой. А что по звуку? Бля, что за пылесос? Я думал, сейчас бурлит будет. Но разгоняется нормально. 5 километров пробег. Полностью новый CLS. А что нам нужно сделать? Во-первых, нам нужно поставить здесь нормальный пацанский диск. Конечно, это тоже хорошо подходит. Вот, поехать, возможно, перекрасить. Хотя банан белый охрененный, чёрный охрененный. Я хочу чёрный, наверное, банан. А, кстати, поехали, посмотрим. Я ни разу не ездил. За сколько я его могу слить в утиль. После этого мы поедем, конечно же, его, возможно, покрасим. Поставим диски. Сделаем ФТ, как бы... О, всё, деньги списались, наконец-то. Сделаем ФТ именно по характеристикам, потому что он не тормозит вообще нифига. Спидометр, конечно, не засинхронен. Они засинхронен где-то. Почти засинхронен. Там 60, там 65. Ну да, почти засинхронен, кстати, офигенно. Конечно, совпадение, ну да ладно. Но банан охрененный. Ну это же понторезка, это же настоящая понторезка. ЦЛС 875. Ясно, до побачения. Просто до побачения. Можно попытаться, конечно, его разместить за лям 300 и ФТ, если мы вложимся. Ладно. Короче, летим мы на... А давайте посмотрим. Вроде тюнинг же перенесли, да, в Палета Бай? А не, вот ещё одна есть. Всё, поехали именно туда. Трансмиссия. Ну да. Надо открыть за 25. Ещё 35. Это уже 60. 60. Ага. 100 тысяч стоит ФТ. Это уже нам он вышел в лям 200. Когда мы за лям 200 могли уже ФТшный купить. Айвен, как всегда, просто просчитывает. Вот. Поэтому сейчас я быстро накидаю какой-то чип охрененный. И мы продолжим. Конечно же, я вам его покажу, и мы продолжим. Так, чип я какой-то сделал. Я ещё не тестил. Поэтому первый выезд. Так, нормально. Жопу заносит. Ускоряется быстрее, кстати. Может, из-за того, что чипы пофиксили, она не так сильно едет. Но уже едет 250. Так, рулится. Не переворачивает. Вроде норм. Вот это не нравится мне, что жопу только носит. Хотя это может быть просто особенность модельки его, что жопу заносит дрифт. Я не знаю почему, походу, опять память у меня закончилась. И оборвалась серия на самом интересном моменте. Именно на покраске. В итоге мы остановились на чёрном цвете. Покрасили банан в чёрный цвет за 4500 вроде как. Также поставили... Вернее, покрасили вставки в салоне в чёрный тоже за 4500. И поставили тонировку за 6000 или 5000, что-то такое. Ну выглядит он охуенно. На чёрный, на тонере, ещё бы сюда ксенон. Ну не ксенон, но белым, чтобы он светил. Хотя бы лэдовский. Я бы сказал, даже диски сюда-сюда эти подходят. Охрененный, да, он чёрный? Ну и, конечно же, поставил тонировку и тачка начала просто валить бешено. Сколько она? Хотя нет, она, мне кажется, как-то замедлилась. У неё зацеп появился. 250. А нет, они пофиксили эту херню с тонировкой. Но всё-таки чё-то меняется. Чё-то меняется. Тачка не так едет после тонировки, как обычная. Кстати, где у меня эти диски можно поменять ещё? В ЛС же 100% можно где-то поменять. А, вот. Недалеко от ИКХ. Поехали ещё посмотрим, чё по дискам. Я надеюсь, где-то сюда 1000 за 60-80 край можно что-то сюда впихнуть. Вот. И впихнём. И, в принципе, закончим этот видос. Собственно, заезжаем на территорию. Atomic Tyrus Multifiles. Или чё-то написано. Не знаю, чё-то написано. Вообще пофиг. Ага, диски 49. О, это уже нравится мне. Кстати, красивые. Главное, что дёшево. Блин, а жалко, что при замене текущих дисков или возвращено в сток, вам будет возвращено 70% этих ценных 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 ценных. Нельзя радиус изменить. Вот это плохо. Я бы сюда впихнул на какие-то, например, немножечко побольше диски. А всё. А не впихнёшь. И они смотрятся не особо тогда. 85, 90, 95. Ну, это какие-то такое. Но можно, если честно, вот эти сюда поставить. Короче, ставим самые дешёвые диски. Колёса успешно куплены. Так, выход. Сейчас посмотрим, может, на улице не будет лучше смотреться. Ну, вот эти диски нужно... Бля, ну не то что-то с дисками. Вот белые были пиже. Поэтому поехали сейчас покрасим его в чёрное, либо не знаю во что. Либо банан надо было делать белым, а диски чёрные. Или, может, я даром только что 49 тысяч потратил? Ладно, поехали в покрасочную. Сейчас будем. Ну, пиздец, они маленькие, да? Сюда бы 17-е какие-то влепить. А это такое чувство, как будто 16-е, какие-то 15-е. Всё, всё, даже не 17-е. Сюда можно и 18-е поставить. 19-е на низкопрофильное. Ой, как хорошо сейчас подъехал. Ну, и, конечно, в конце врезался. Ну, да ладно. А что будет, если Марс покрасить в белый? Тогда они смотрятся пиже. Но Марс тогда... Хотя белый Марс тоже заебись. Тогда зачем я тратил 4 с половой? Ладно. Цвет дисков. Чёрный металлик. Это чёрный металлик? А, это серебро. Вот эти уже... Ну, хотя, не хуйня. Никого я обманываю. Ой, нет. Ой, нет. Надо что-то такое под цвет. Какой-то... Может, вот такие? Ну, бля, они не особо смотрятся. Хотя это первый раз. Такие вот. Кстати, вот такие уже получше будут. Вот если вот так, то смотрятся как-то ещё более-менее. Ну, я не хочу белый банан. Я хочу чёрный. Ну, дисков, кстати, цвет дисков очень много. Поэтому я поставлю вот этот металлик, тёмное серебро. Он хотя бы как-то больше контраста добавляет. Будет получше. Ну, всё-таки зря я ставил диск. Вот те диски были охуенно. Если бы ещё сюда добавили моноблок аэро, вот это всё, как... Смотри. Ой, говорю моноблок аэро. MG Edition 1, вот эти диски. Сюда бы их поставить. Та, ты ж, вот эта пушка будет. Мне просто тут интересно, сколько стоит мой номер, если обычный стоит по 8, по 9. Блин, почему когда я записываю, все вечно приезжают посмотреть? Данный номер занят. Окей, давай на 90-м попробуем. 7 лямов. Всё, можно продавать сила за полтора, говорить мне номер за 7 лямов. Ну, в принципе, пацаны, там всё, вот такой вот видос вышел. Наконец-то мы купили новую тачку, теперь вас не достанет. Это GMC Sierra, которая тупо на всех роликах по CCD Planet. Теперь у нас появилась моя первая панторезка, которую мы поставили чип, затюнили внешне, именно тонировка, цвет, а и всё, в принципе, диски поставили. Жалко, что здесь нету тюнинга по типу Night пакета, либо AMG. Поставь лайкос, подпишитесь на канал, ведь 80% смотрят канал без подписки, может даже больше. Красная кнопка внизу, выходит очень много контента, через день всё, как всегда. Подпишись, чтобы не пропустить, помогите мне набрать 3000 подписчиков до конца сентября, я буду вам очень благодарен. Также нажимай колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики по CCD Planet. А вложил я около 170 тысяч, то есть нам ЦЛС вышел в лям 270, лям 300, короче, если закруглить. Можно, конечно, попытаться продать дороже, но я не уверен, что я смогу его продать дороже, а хотя всё возможно. Также можете написать в комментариях, что можно было взять вместо ЦЛС. Конечно, я бы лучше купил вантуру, чтобы зарабатывать бабки, а он покупает ЦЛС. А у меня на этом всё, я желаю тебе хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.